так и так вот я посадила орхидейку в горшочек и сзади шпажку тоже посадила любую палочку можете взять далее я примотала просто проволочкой 0 4 миллиметра отрезочком из 5 сантиметров примотал ее к этой шпажке хотя она и так прекрасно держалась но я знаю что все орхидейки они нуждаются так скажем в поддержке со стороны тем более она у нас наклонена сторону у меня она наклонена в правую сторону вы можете наклонить в левую дело уже так сказать на любителя сейчас мы рассмотрим со всех сторон еще раз повторюсь обмотка должна быть аккуратная чтобы не придраться если вы делаете флористической лентой обмотку то тоже избегайтесь пожалуйста неровности стебля и пожалуйста запомните все если кто не знал что у растений все-таки стебли они стволы а то я уже несколько раз получала вопросы о чем вы обматываете стволы стволы я ничем не обматываю деревья я не делаю а стебли я обматываю нитками но еще раз говорю вы можете делать флористической лентой и задекорировала я испанским ху мне показалось что сюда вот он именно хорошо вписался такое подобие травки вы можете положить камушки если вы хотите я решила ничего не класть она достаточно прочная ничего утяжелять не нужно и сейчас мы с вами чуть-чуть расправим листики и дальше я покажу вам небольшую хитрость которой иногда нужно прибегать чтобы ваши какие-то мелкие детали и в частности бутончики не распадались по петелькам если вы нечаянно вдруг их заденете да или будете переставлять сейчас я камеру передам оператору потому что бывают такие временные трудности я ставлю на паузу а потом не могу убрать опять с паузы и приходится все переделывать а это если честное времени нет и очень неудобно и так я сильно расправлять на листочки не буду мне так все нравится мне честно говоря вот это вот очень нравится здесь вот большой листочек может быть маленький следует чуть-чуть так положить чтобы он натурально лежал так я бы не хотел ничего вот этот вообще выпрямить нет тут листочек справа листочек справа вот у меня этот листочек вот именно справа так хочешь мне так нравится так хорошо было нет именно нравится нет да как в общем как хотите так и выпрямляйтесь я тут я думаю еще поработаю над этим сильно много конечно работать не надо эту проволоку сломаете сейчас я подумаю сейчас я подумаю и конечный результат конечно же вы заставки увидите ну давайте я сейчас хитрость покажу и все итак прошу оператора показать бутончики так берем вот такой вот лак прозрачный для ногтей можете использовать акриловый лак но если вы запах его не переносите тогда конечно же лучше лак акриловый и теперь просто слегка смачиваем таким образом ваши бисеринки закрепятся в таком состоянии в котором они находятся в бутончике сильно много не надо чтобы у вас лак не капал этого вполне достаточно то что у меня было на кисточке самое главное самое главное что вы должны запомнить лак для ногтей как правило он быстро сохнет да даже если он не является быстро сохнущим но этот лак он же попадает сквозь бисеринки то есть там он не успевает быстро высохнуть поэтому пожалуйста оставьте вашу орхидею как минимум на два дня но по крайней мере вы можете показывать всем бегать от радости радоваться делиться да но дарить если вы хотите кому-то сделать подарок по крайней мере ближайшие два дня после того как вы ее сделали собрали посадили не рекомендую потому что если кто-то даже если не вы схватитесь за этот бутончик то потом могут остаться отпечатки пальцев которые так то незаметно вот на солнышке могут проглядывать у меня к попалась и после этого я поняла что лак для ногтей хоть он и быстро сохнет но между бисеринками это занимает время и лучше потерпеть вот я советую дня два точно так ну все а то я тут переборщу особенно уделяйте место где вот петельки сходятся смех так пощекочем вот так так же вы можете вот где длинные лист лепесточки тут же дуги могут друг от друга отходить тоже закрепить я сейчас этого делать не хочу пока все нормально посмотрим пока я оставлю в покое бутончики пусть они сохнут сейчас я поправлю листочки и покажу вам уже конечный результат и так ну вот так вот я расправила может потом еще что-нибудь переделаю бывает такое пока меня все устраивает еще раз покажу свою орхидейку в разных в разных ракурсах я считаю что получилось очень необычно и красиво вы можете сделать подарок для себя любимой или любимого или подарить своим близким родным а также друзьям тем более что на создание орхидейки уходит буквально несколько дней но не забудьте если лаком будете бутончики закреплять плюс еще два дня вот 45 дней у вас на эту красоту уйдет и кстати если вот оператор сейчас не даст он линеечку на столе которую я не предусмотрела взять с собой сейчас мне принесут мне просто интересно какая же высота нашей орхидейки ой спасибо большое берем мою излюбленную линеечку ставим ее вот сюда и меряем по самому высокому цветочку а самый высокий цветочек у нас практически сравнивается саш 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 пашка это да выше ну нет вот 25 сантиметров ну примерно плюс там минус сантиметр полтора до 25 сантиметров получилось моя красота честно сказать не такая уж маленькая не 5 сантиметров правильно ну что ж я надеюсь что вам понравился этот мастер-класс который был посвящен созданию миниатюрной зеленой орхидеи фаленопсис пожалуйста пишите ваши комментарии ставьте лайки обязательно задавайте вопросы делитесь своими идеями чтобы вы еще хотели сплести именно со мной и конечно же подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе всех новиночек которые я с удовольствием буду которыми с удовольствием буду с вами делиться всем пока пока до новых встреч 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 до новых встреч